всем привет друзья подписчики гости канала в общем начинаем вещание с кулацкой деревни вновь но на этот раз я сегодня прибыл и один с алексеем с товарищем семьей вон ребята уже там расчехлились дядь лёш махни-ка ручкой всем привет дань ну-ка ты помаши в общем такие вот дела втроем мы сегодня как у нас сегодня четвертый сотрудник тайны есть но он просил его не снимать точнее она вот это их мама супруга но она просила нас чтобы мы ее не снимали поэтому будем светиться на камеру втроем в общем такой такой вот у нас сегодня фронт работы такая обстановка находимся мы на другой стороне кулацкой деревни вон там машина стоит вот здесь вот тут эти холмы перешли вон там в низине здесь спущенный пруд я потом еще более подробный обзорчик сделаю вот а вот тут вот ребят была плотина дорога шла вон туда уходила и вот здесь вот поднималась соответственно дорогу вот этот актуально пробить актуально пробить вот эти вот склоны которые велик пруд потому что если наверху стояла деревня что может быть скажем так объясняет наличие вон того кустарника это либо либо сирень либо дерну поэтому начали мы отсюда будем дальше продвигаться ну и все самое интересное друзья как всегда впереди погода у нас конечно хорошая ветра нету на кулацкой деревне это у нас получается в в диковинку потому как ветра тут все время очень мощные ну а что найдем друзья покажем смотрим не переключаемся отдыхаем вместе с нами еще друзья вот на первое 50 рублей 93 год вот такая монетка у нас это у нас уже снг наверное 50 рубликов борьки пьяницы а вот такой обзор у нас вон машина стоит тут а сторону мы бьем на кулацкой постоянно вот здесь еще первый раз но от полагаю то что вот может быть здесь дома стояли но пока вот такая вот монетка выпала ищем старину но пока безуспешно ладно смотрим дальше лёша сигнальчик с выкопал там какой-то чё там дядь лёш ух хороший сигнал нам 30 . до серебро в общем ходим пока ребят пока у нас полтинник в зачете чебрец ребята вот она цветет запах какой мы уже собрали себе на зиму вот поляны земляничные здесь вот забыл как это растение называется колючая трудный шиповник она цветет еще цветами красивыми такими а может быть и шиповник стать что это такое может быть кстати шиповничек не отцвел наверное еще а это чебрец я на запах шел смотрю запах стоит какой изумительный вот он он полянка щебреца чобар вещь а вот к пруду подбираемся уже вот этот холмы так мы но выбили в общем их так не то что прямо вплотную там как тщательно а так вот проходили сигналы вон там наверху на возвышенности очень много черных сигналов здесь по низине он там где-то 50 рублей у меня выскочила а здесь вот пруд он там на том берегу церковь стояла но точное местонахождение не знает никто площадь большая выбила а он там он же вот эта улица совдеповская деревня друзья советское время была построена ну и в советское время была и развалена а кулач или вот здесь кулацкая почему она где-то вот здесь там кладбище здесь старая улица там старая улица где машина там дорога на кладбище идет съехали чуть-чуть вот эти борозды на той стороне шурфильма с юрцом вот за этими вот вишнями дикими там фундамент стоит ну и соответственно вот здесь еще фундучок пока ходим ребят пока находки не балуют да и погода наверное тоже главное что ветер так особо не сильный а в целом чё я могу сказать замечательно отдыхаем еще бы царских монеток под катушку попадались бы сигналы было вообще замечательно ребят мои вон там он дядь лёша там семьей данька вот там обследуют те кусты а я здесь по низу хожу по низу овражки вот эти вот бью потому что когда пруд был полноводный возможно тут и рыбачки сидели что-то теряли может часы муж монеты может еще чего-нибудь зажигалки в конце концов старинные какие-то если таковые были вот а вот здесь вот где-то тракт проходил тракт на астрахань проходил ну и точного местонахождения тоже понять сложно но вот здесь была плотина это однозначно она сорвана пруд смыт остался вот один один вот такой камыш сухой пересохший а вот на дне этого пруда добра очень много очень даже представить ребят себе не можете сколько деревни с 1600-х годов и монастырь здесь свое время стоял ну и когда опять же по предыстории такой казаки степана разина пришли здесь жечь деревню кулачить я не знаю что они тут делали грабить опять же по разговорам ну как не по разговорам по истории в общем очень много сюда добра было скинуто но это все уже за 200 за 300 за 400 лет я не знаю сколько прошло но все это глубоко вылух его раскопать метров на пять вот тогда-то ништяки полезут а мы пока вот чё полянки сейчас он ту полянку надо будет пробить еще где плотина поднималась в общем смотрим друзья что там дань какие у вас дела плохие шмурдяк ничего может быть еще чего и найдем место-то интересное не первый раз я здесь ну что друзья в общем выбили полянку привет привет всем еще раз решили мы включиться планируем сейчас дядя лёш предложил говорит вон туда сходить вон на те деревья возможно там чего стояла да то что это здесь копали копали били били почти ничего нет один мусор ну да трава стоит глубину мы теряем конечно немножко вот этот 50 рублевый денег попался и все а сейчас перекусим туда он сходим посмотрим чё вот там плотина поднималась может туда шла еще деревне если в кустах фундамента есть значит актуально будет походить на поле вышли тоже посмотрели на поле без металлоискателей сидит посевы ничего ищем пробуем работой точно ну чё друзья у нас советик советик выпал вот такой почистим покажем три копейки очень сороковой год вот такая вот монетка видно тут нам должно быть сохраняя раненький в общем ой-ой-ой колено мое бедное в общем по дороге ребят бью нашли дорогу дорога поднималась с плотины и шла наверх чё там дядя лёш гильзач гильзач гильзачи надо находку тебе трюндель и поднималась шла на другую деревню решили мы короче по ней пройтись ну вот находка порадовала за исключением 6 7 сигналов которых я выкопал впустую у нас сейчас парит жара все мокрые но тем не менее не отступаем ждем свою империю который пока нету вот такая вот ребят находочка у дяди лёши а чё здесь непонятно пробка думали а это нифига не пробка какая-то резная красивая вот так как согнуто определить конечно сложно что это такое я вообще не могу понять может мусора может быть что-то интересное так что ребят по на что похоже подсказывайте с вами ответ найдется быстрее а у нас 3 монета точнее у меня 3 не знаю дяди лёш как там вот у нас советик советик на этот раз не в сохране но это двоечок год к сожалению определить сложно надо это медь ну как алюминиевая бронза светос сейчас попробуем почистить если что покажу ребят так ну в общем ребят вот что получилось у нас очистить 1930 насколько я вижу двоечок упал две копеечки вот тут видно прекрасно эта сторона конечно была подуставшая но здесь сразу было понятно что это ранний с ссср пролетарии всех стран объединяйтесь в общем такая вот третья монетка ребят что не может не радовать царей пока нет у нас к сожалению ищем находочка друзья вот такой топорик у нас маленький выскочил с ладошку практически какой-то компактный прям о сыграл цветную но мы его короче копнули держи дать топорик тебе сила а у нас вот такая вот находочка ребят мощный гильзач спущен самый сплющенный только только непонятно находил я наподобие таких но не могу понять от чего он нет зенитки блин сомневаюсь друзья дать правильный ответ поэтому кто знает подсказывайте вот такой вот он выглядит вот такого плана расплющенный такой пробитый гильзач здоровый пока да не знаю чё вот такая у нас ребят все находочка выскочила сигналила четкий 30 резная симпатичная они этот не резьба она сама по себе стук какая-то наверное запчасти в общем переправляемся через болото вот тут не то что болото как родники бьют сейчас вот эти полянки попробуем пощелкать склоны чё да не скажешь найдем золото должны три года ищем уже вот здесь вот дерево торчит это яблоня там фундамент стоит сейчас поднимемся посмотрим кусочек ложечки нашел маленькой чайный ребят крот копает и вот видно камни это у нас скорее всего совдеп и ложка кусок ложки а я иду уже отошел от сирени смотрю крот копает и вот как камушки будто здесь попадаться начали под ним сигнал сигнал 42 был на удивление вот такой кусок ну что друзья еще монетка 4 моя я сразу включил фокус потому что очевидно уже что это у нас советик советик у нас 20 копеек щиты вот такая вот сейчас я очень почищу по-быстрому и покажу вам перчатки снял в перчатках почистить тридцать третий год вот такой вот у нас щитовичок блин щитовики мне нравятся классные монеты там даже мужичок этот проблескивается с молотком такой красавец пролетарий всех стран соединяйтесь а дядя лёша у нас сейчас мы фокусом то найдем и где-то вон там в поисках а дядя лёша у нас вон она с фокусом как моего метров за 300 поймали наверно чё-то пикает там у него просторы конечно изумительные единственный минус трава высокая вот я хожу вот это вот сиреневый кустарник вокруг него обхаживаю возможно тут может дом стоял или еще чего но за счет высокой травы у нас к сожалению не видно сопутки не видно камней приходится искать почти вслепую зарастает в июле месяце все но все равно ходим как-то стараемся в общем такая вот монетка ребят ищем дальше конечно ребят хотел бы отметить вот такой момент важный очень вот он яблоневый сад стоит засохший вон там еще один по всей видимости здесь были фундаменты но трава даже дорога сейчас вышли посмотрели у нас даже дорога проходит по всей видимости через фундамент где-то вот здесь а вот вот они камушки пошли вот 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 и сюда наверх может быть на место дороги и дом стоял в свое время а вот здесь вот кирпичики пошли тоже короче фундучок тут был наверно знатный ну что ребят закругляемся в общем собираемся мы выезжать вот на сегодня ребята вам сами скажут как мы покопали я уже устал если честно хреновенько было один мусор один мусор да ну и показывать особо нечего что там более менее нашли показали остальное даже и камеру не включали четыре монетки у нас на двоих сегодня работали в два прибора в две семьсот пятки но так бывает плюс трава большая затрудняет поиск поэтому сложно короче ребят 100 потов себя пролили устали покопали часа четыре наверное если не больше в общем будем прощаться друзья что скажут да давай удачи всем пока подписывайтесь на канал впереди куча новых видео прибыли мы друзья скопа у нас дождь пошел ну и для полноты просмотра решили мы добавить еще рыбалочку нас тут пока при приплы приехали перевернутые кружки один вот точно вижу и он там по моему еще вдали сейчас мы сверцом их попробуем изъять давай юр камеру держи а я сейчас попробую его посмотреть или дальше посмотрим вот он один перевернутый давай дальше и 2 похоже тоже перевернутый этот стоит этот в кусты вообще заплыл и он туда надо они тут тоже стоит а эти два перевернутых по всей видимости че это кружок кружок утащила его аж туда по ходу в кусты давай тогда к первому до 2 перевернутых точно еще те не смотрели сейчас ребята начнем сначала с того кружка и уже этот проверим этот вот он ребята заскочил ну-ка на юр есть то что или нет размотала женец жильца сожрала план пока выключать сейчас на тех доберемся в под засниме может там что-то попадется у нас сегодня щучка 1 и пару куньков которых я уже почистил сейчас дочищу щуку чищу в воде в речной вода чистая потом это все промывается такой пресной водой ну и соответственно будем готовить вон юрец покажи какой у нас костер уже сейчас на котелочке да как положено так ну вот поставили мы котелок сейчас рыбку сварим вот она на вас на дровишках такая вот у нас друзья конструкции сделали ну и вот начало положено на берегу речки хорошо сейчас самые ништячки вот ребята у нас такая вот система рыбка варится сейчас юрец подготовит картошечку укропчик помидорку обязательно лук ну и остальные ингредиенты сейчас рыбка у нас доварится бульончик соберется и будет будем заправлять перчик и кинем в общем все у нас пока получается самый главный вкус вот жаль что вкусовые качества на камеру передать невозможно ну и дать попробовать а